Вся история вокруг Украины и ЕС очень печальна, потому что это один с нами народ, который, к сожалению, сейчас является заблудшей овцой, которую просто обманывают точно так же, как обманули Прибалтов, точно так же, как обманули Болгал, Венгров и всех остальных. Мы видим, что Болгария была промышленно развитой страной и что с ней превратилось в результате ее сотрудничества с Европой. То же самое Венгрия, Румыния, у которых не осталось ни науки, ни промышленности. Мы можем видеть Прибалтику, в которой вся банковская сфера принадлежит скандинавским банкам, где огромные долги у людей, где все разрушено и где сплошные убытки, идет полная деградация. Именно это же самое произойдет, безусловно, с Украиной и будет происходить чем больше, тем она больше будет связываться с ЕС. Потому что для ЕС Украина нужна в качестве сбыта дешевых беспонтовых товаров, в качестве своего рода колония, откуда будет черпаться рабочая сила. Развивать это государство никто не намерен. Если ЕС, даже Грецию, Италию, Испанию ставят в неравное положение с основными китами, то что будет с Украиной? Она будет там совершенно бесправна и политически, и экономически. Но поскольку есть желание у украинских националистов на зло маме отморозить уши, на зло России погубить свою собственную страну, они, конечно, это сделают, поскольку никто не способен остановить самоубийцу. Но вот этот самоубийца сделает то, что он захочет. Что будет дальше на обломках Украины покажет время.